Включилась запись? Вот теперь включилась. Мой доклад по поводу проекта, который я сделал два года назад в совсем другой организации, это организация Уорковской лаборатории. К несчастью, я там больше не работаю, и в свое время об этом не рассказал, в общем-то, никому. Но, тем не менее, тема доклада – это сжатие указателей в кучу в GraalVM Native Image, что такое вот это заклинание длинное, я в свое время объясню. Начну я с введения в сжатие указателей. Предположим, что некоторые объекты располагаются только в некоторой области памяти, например, кучи. Количество уникальных адресов в этой области определяется ее размером и выравниванием объектов. При этом количество уникальных адресов часто существенно меньше размера адресного пространства. Тогда мы можем уникально идентифицировать объект индексами меньшего битового размера и, соответственно, адресовать их обычным линейным образом, как база плюс индекс, сдвинутый влево на биты выравнивания. При этом возникает несколько интересных вопросов. Например, у нас обычно есть специальное значение типа null, которое представляется любым показателем, надо его как-то представить. Есть два разных способа бороться с null. Можно упаковывать все линейным образом, то есть просто при сжатии мы вычитаем базу и сдвигаем вправо на лайн-мбиты, а при распаковке делаем обратную вещь. При этом оказывается так, что сжатый null – это ноль, а не сжатый null – это база кучи. Либо можно делать упаковку и распаковку с фиксированным нулем, то есть мы явно проверяем указатель null на линейный null, и дальше делаем то же самое линейное преобразование. Дальше упаковка и распаковка. Упаковка и распаковка тоже могут быть разными. Бывают упаковка и распаковка ранние. При ранней упаковке предполагается, что локальные переменные распакованы, и происходит распаковка и упаковка значений ссылочных полей. Сначала мы считаем поле из объекта, потом мы его либо сжимаем, либо, понятно, перед записью поля мы… То есть потом мы его распаковываем, а перед записью поля мы, соответственно, сжимаем значения. При поздней распаковке локальные переменные упакованы, происходит распаковка адреса объекта при обращении к любому его полю. То есть сначала мы распаковываем адрес объекта в указатель, фактически, в его адрес, а потом происходят операции с полями. Из хороших свойств такой поздней распаковки – это то, что распаковку объекта можно включить в адресное выражение для поля. То есть поле – это обычно какое-то смещение к началу объекта, и, соответственно, если мы уже посчитали адрес объекта, можно пытаться запихать в адресный режим, и заодно еще и фиксированное смещение. А также, когда мы производим доступ к полю, мы все равно производим проверку на нал. Соответственно, если мы захотим сделать упаковку с фиксированным нулем, проверку на нал мы уже все равно сделали, и поэтому стоимость этой проверки, на самом деле, уже существенно меньше. Еще я хотел сказать, если вам что-то непонятно, вы, пожалуйста, меня прерывайте, потому что я этой штукой занимаюсь всю жизнь, а вы, насколько я понимаю, по телам ваших докладов, вы сейчас занимаетесь немного другими вещами. Чтобы не возникало такого непонимания, пожалуйста, спрашивайте меня сразу. Дальше. Преимущества сжатых указателей. Как ни странно, у сжатых указателей есть некоторые преимущества. Во-первых, уменьшение размера объектов. Оно выражается в уменьшении расходов на их копирование и в уменьшении размера сегмента кучи выполняемого файля. Если вам, скажем, важен размер сегмента кучи, если вам важен размер этого файла. Одновременно снижается число кэш-промахов. Это довольно существенная вещь. Все текущие процессоры построены на иерархии памяти, и стоимость одного кэш-промаха на самом деле достаточно велика. Это тысячи тактов процессора. Если мы промахиваемся мимо самого внешнего кэша. Следующее преимущество – позиционная независимость. Такие указатели не зависят от расположения кучи в адресном пространстве. Соответственно, снижается число релокаций в исполняемом файле. На каждой релокации есть определенная запись определенного размера. И все эти релокации, во-первых, занимают место в этом файле, во-вторых, при старте надо пройти и поменять, отредактировать то, куда указывает текущий… указывает то, куда указывает релокация. Соответственно, при позиционной независимости происходит уменьшение размера исполняемого файла и ускорение его старта. Вот по этому поводу была статья, я на нее вот тут ссылаюсь. Олег, а можно уточнить, что я правильно понимаю, собственно, о чем идет речь? То есть вся штука в том, что вот у нас есть где-то лежащая куча, у нас есть там некоторое количество указателей, там, зависящее на самом деле количество, видимо, бит, которые у нас выделены под указатели. И при этом мы пытаемся адресоваться от начала кучи, там, считаю ее, видимо, пока что непрерывной, для того, чтобы, как бы, ну, видимо, адресовать побольше и побыстрее. Мы не пытаемся адресовать побольше, мы в данном случае пытаемся вот именно достичь тех преимуществ, которые сейчас отображаются на экране, что уменьшить размер объектов, уменьшить число кэш-промахов и получить позиционную независимость для ускорения старта программы. Мы не пытаемся адресовать больше. Нас адресовать больше не интересует. И кусочность кучи в данном случае не важна. Мы в данном случае говорим о пространстве кучи, не важно, как она устроена внутри. Стоит ли она из каких-то блоков там или она непрерывна. Слушайте, а за счет этого можно делать всякие странные вещи, из серии каким-то хитрым образом. То есть предположим, что у нас там, не знаю, вот есть стандартная 32 бита на указатель. Мы там, соответственно, можем максимум адресовать, видимо, 4 гигабайта памяти. Мы вот каким-то подобным образом можем использовать для того, чтобы, там, не знаю, у нас считалось, что любой объект на самом деле, ну, то есть любой указатель уникально указывает именно на объекты, там, не на байт. Ну, собственно говоря, ровно эта штука и будет делаться, что вот есть ссылки на объекты, и ссылки указывают на, понятно, не могут указывать куда-то внутрь с каким-то абстрактным смещением. Именно с помощью 32-битовых указателей мы будем адресовать 32 гигабайта памяти, и эта вот штука работает. О, все, отлично. Тогда я, видимо, понимаю, о чем будет речь. Отлично, спасибо. А можно повторить про уменьшение размера? А то я, по-моему, не понял. Как позиционная независимость связана с уменьшением размера, или почему уменьшается размер объектов? Почему уменьшается? Если мы храним в качестве ссылки на объект не адрес объекта, а некоторый его индекс, который занимает меньше бит, чем адрес, соответственно, суммарный размер таких полей, он уменьшается, и, соответственно, уменьшается размер объекта. Это, наверное, как-то противоречит так называемому Uniform Representation Runtime, если он есть. Я не знаю, что это такое. Это когда все представлено одинаково. Просто с такой штукой нужно уметь различать, что здесь у нас сырой указатель, а здесь сжатый. Скорее нужно различать некие типы объектов. Я не вполне понимаю, как все может занимать одинаковый размер. Скажем, плавающее число тоже может занимать такой размер показатель. Это довольно экзотическое требование. Ну, по-моему, вполне нормально, что число занимает столько же, сколько указатель. Плавающее можно хранить отдельно. Плавающее можно хранить по-другому. Но мы сейчас говорим про обычные указатели. Мы же хотим обычные указатели сжимать. Не важно на что. Да, конечно. Тогда, если у меня есть структура с какими-то указателями, то эти указатели могут быть либо сжатые, либо нет. И мне нужна какая-то штука в момент доступа, чтобы знать, сжатый он или нет. И это делается с помощью... Не обязательно отличать указатели сжатые от несжатые по каким-то динамическим свойствам. Это могут быть типы. То есть, все значения такого типа с сжатыми читать? Да, например. Почему нет? Окей. Ну, наверное, можно дальше. Значит, следующий слайд. Соответственно, доставки сжатых указателей, которые еще более очевидны. На самом деле, даже более очевидны, чем преимущества. Во-первых, увеличение числа инструкций, особенно при упаковке с фиксированным нулем. Усложнение режимов адресации и, соответственно, удлинение инструкций переменного размера, если архитектура процессора в порядке инструкции переменного размера. Увлечение числа используемых регистров и усложнение компиляторов для борьбы с этими недостатками. Нужно уметь достаточно хитрым образом изводить проверки на нау при упаковке с фиксированным нулем. Нужно уметь комбинировать режимы адресации и про вычисление адресов полей объекта. На этом введение вжатых указателей заканчивается, и мы приступаем к введению в ГРАЛЬВЕ. Так, 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 как-то все тут странно. Вот, где же моя картинка? Еще не понял. Это просто тормозит. Это тормозит презентацию. Значит, теперь у меня на экране картинка, не знаю, как у вас. Значит, вот что такое ГРАЛЬВЕ. ГРАЛЬВЕ – это такой достаточно старый проект, который начался, как, не знаю, первое упоминание о нем было в году 2003, который я видел. Быть может, оно было и раньше. Началось оно как учебный проект у Николаса Вирта в его Швейцарии совместно с университетом Линца в Австрии. И студенты, аспиранты, вот, по-моему, никого больше делали учебный проект. Сам Майкросистемс его подкармливал понемногу, подкидывал там какие-то разработки из лаборатории, частично, ну, походили там всякие технологии. И потихоньку, неожиданным образом, это все выросло в такую достаточно развесистую систему, которая сейчас вполне себе работает. Вот, это картинка на самом деле, ну, понятно, это такая полиглотная система, универсальный компилятор и универсальный рантайм, который поддерживает массу разных языков. Можно в одном приложении смешивать библиотеки, написанные на разных языках, и при этом стоимость переходов между языками близка к нулю, амортизированная стоимость близка к нулю, потому что это взаимодействие реализуется таким образом, что аксессоры из одного языка вставляются в другой язык в виде фрагментов промежуточного представления, и все это потихоньку там онлайнится и, в общем-то, растворяется практически в ноль. Значит, эта картинка на самом деле не вполне полна, это официальная картинка. Значит, на этой картинке отсутствует как минимум small talk из таких вот, из естественных языков. Из неестественных языков тут недавно появился язык кабол, извиняюсь. Вот, разбудите меня, если можете. Вот, кабол теперь тоже работает на вот этой штуке. Значит, снизу она может работать с рантаймом в виде OpenJDK, то есть вот такой обычный hotspot-ный рантайм, который, ту самую Java, которую можно загрузить, ее можно подсунуть в качестве рантайма, на котором работают все эти языки. Есть Node.js, который можно, соответственно, запускать где угодно. И есть довольно странные вещи, что это ораковская база данных, на этих языках можно писать хранимые процедуры, и они тогда будут внутри этой базы запускаться. И также из всего этого можно делать отдельно стоящие приложения и запускать их просто из командной строчки. В дальнейшем нас будут интересовать вот две правые платформы снизу. То есть ораковская база будет интересовать исключительно в том смысле, что там некоторые операции ограничены. Приложения, запускаемые там, очень похожи на отдельно стоящие приложения, но там, например, нельзя ловить обращение по нулевому адресу, потому что эта штука сама ловит обращение по нулевому адресу, сама их обрабатывает и никаким образом не дает приложению ничего с этим делать. Вот. Я этот проект нежно люблю и как бы очень рекомендую. Если есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста, спрашивайте. А меня на самом деле просто по картинке смущает, что здесь не хватает всяких языков типа, я не знаю, Лиспа, Хаскеля, Камля. Так, собственно говоря, кто мешает? То есть их сейчас там нет, но в принципе их спокойно можно приписать. Это не означает, что они запрещены к использованию. Просто их там сейчас нет. Нет, просто те люди, которые работали с этим, они с ними ничего делать не хотели, видимо. А как это соотносится с LLVM? Как это соотносится с LLVM? Это очень хороший вопрос. LLVM это... Они соотносятся, во-первых, по-разному. Вот эта штука, она с самого начала разрабатывалась как динамический компилятор. Соответственно, там всякие конструктивные решения, они заранее рассчитаны на то, что код быстро генерируется, быстро деоптимизируется, быстро меняется и, понятно, выбрасывается. LLVM, на самом деле, несмотря на то, что он как бы вроде LLVM и вроде бы как такой компилятор, оно с самого начала рассчитывалось как компилятор статический, хотя и запускаемый в рантайме. Соответственно, он работает долго, жрет много ресурсов, и как-то там живет. Дальше способ разработки Грааля и LLVM также совершенно разный. Грааль, по сути своей, представляет собой такую штуку, сделанную из дипломных и, понятно, работы, работа спирантов. То есть каждый из этих кусочков, он в своей области превосходит все, что было сделано раньше. А LLVM, это скорее такая инженерная разработка, она была начата университетом, но дальше ее двигали вперед разные конторы, исключительно потому, что им что-то от этого было надо. То есть выглядят они совершенно в исходных текстах по-разному, обладают количественно очень разными свойствами. Грааль поддерживает гораздо большее количество динамических языков, чем LLVM. Я вот знаю, что на LLVM удалось, например, взгромоздить Java, но этот эксперимент стоил большой крови, и работает он из рук, он на самом деле плохо. То есть если сравнить с Граалем, он от него отличается раз в 20 просто пропускной способности. LLVM раз в 20 медленнее Граалевского компилятора. И это 20, это такое число, которое с большим трудом можно преодолеть. Если вопросов больше по этой картинке прекрасно нет, мы двигаемся дальше. Грааль вем Native Image. Native Image – это такое конвертер-приложение в отдельный исполняемый образ, который входит в состав вот этой Граалевской машины. Исполняемым образом может быть исполняемый файм или совместно используемая библиотека. Конверсия происходит в замкнутой модели. Если досылки не указаны обратно, она должна быть разрешена в процессе конверсии. При этом происходит анализ ссылок в рамках всего приложения. Для каждого указателя мы знаем, то есть мы моделируем указатели и объекты в этой программе, и для каждого модельного указателя мы знаем, на какие модельные объекты он может указывать. После того, как мы проанализировали этот граф ссылок, мы удаляем все недоступное, компиляем весь достижимый код. При этом образ может, но не обязан сдержать интерпретатор или динамический компилятор какого-либо языка. Субстрат – это минимальный рантайм, который добавляется в образ конвертером Native Image. Он не зависит от языка программирования и оптимизирован для быстрого старта. Оптимизирует возможный ущерб производительности долго работающих приложений. Он поддерживает множественные изоляты с общим исполняемым кодом, но отдельными кучами, и написан на языке System Java. Что такое изолят в субстрате? Изолят – легковесный аналог процесса операционной системы, который обеспечивается только средствами рантайма. При этом процесс операционной системы может сложить тысячу изолятов. При старте изолята отводится сегмент адресного пространства. В начало сегмента отображается прообраз кучи изолята из файла нативного образа, просто средствами операционной системы. Дальше происходит фиксация перемещаемых ссылок. Соответственно, при старте изолята критичен его размер и скорость старта. Пример изолятов. Это исполнение хранимой процедуры внутри транзакции базы данных, то есть стартует транзакция базы данных, быстро стартует изолят, что-то там исполняется, изолят умирает, и транзакция там практически завершается. Это экземпляр микросервиса и сессии динамической компиляции. Например, когда вы стартуете такую скаченную ссору около Java, быть может, необычную там какую-нибудь интерпрайзу, я не готов в этом будущее сказать, то и в процессе исполнения это Java компилирует какие-то jav-ские методы, то вот каждый из компилируемых методов компилируется в отдельном изоляте. Этот динамический компилятор лежит сбоку в виде исполняемого файла, а изолят стартует внутри процесса этой самой Java. Что такое системная Java? Это расширение языка Java низкоуровневыми конструкциями в стиле языка C, то есть там есть указатели, структура, неразмеченные объединения, декларация внешних функций, в общем, все, что нужно. При этом структура и декларация функций реализованы при помощи аннотации, а указатели реализованы при помощи интерфейсов и фабрик значений. Из интересующих нас типов нам важен pointer, это указательные объекты в куче, и c-pointer, это указательная структура или объединение c. Компилятор знает эти аннотации, интерфейсы, и все это реализовано так, что он может подменять телометодов фрагментами прежечного представления. Соответственно, он может делать все, что угодно. Эти замены описаны внутри самого компилятора, но он никак в этих заменах не ограничен. Есть ли вопросы по поводу того, что я рассказал про Graal и субстрат? Вы использовали термин динамический компилятор, это JIT или что-то другое? JIT – это некорректный термин. JIT означает, что программа компилируется прямо перед ее использованием. Динамический компилятор – это более широкая вещь. Он может компилировать тогда, когда захочет. Он не обязан компилировать перед первым исполнением. В маркетинге JIT называют динамический компилятор. В пергаментах технически это неверно. Я могу пояснить, если это интересно. Наверное, интересно, да. Если у нас есть такой вот рантайм языковой, внутри этого рантайма может быть интерпретатор, может быть динамический компилятор. Соответственно, мы программную единицу можем интерпретировать, можем ее скомпилировать в тот момент, в который мы захотим. И JIT называется такой режим, когда мы обязаны скомпилировать код перед первым исполнением. Если мы код можем интерпретировать и можем как-то переходить между скомпилированным кодом и интерпретируемым кодом, это уже не JIT компиляция, это динамическая компиляция. Просто попределение. А вот эти изоляты, это термин специфичный для вот именно Граля? Нет. Граля или есть какой-то там по-другому называемый термин вообще для кооперативной многозадачности? Это не кооперативная многозадачность совсем, это не имеет никакого отношения к кооперативной многозадачности. Это, значит, где-то в начале 2000-х годов была отдельная статья Грега Чайковски про изоляты, как вот просто сущности, стартуемые внутри процесса операционной системы. Они не были привязаны никакому языку. И они, я не могу сказать, что они кооперативные, собственно говоря. Их убивают не средствами изолята, а средствами рантайма. Если бы изолят хотел умереть сам, это было бы кооперативной многозадачности. Понятно. Если интересно, могу где-нибудь поискать, найти ссылку на эту статью. Можно поискать Грега Чайковски просто так. Значит, если больше вопросов про субстрат и изолят нет, я перехожу к следующему слайду. Слышно ли меня? Я не понял, как слышно, шумело, а потом исчезло. Все хорошо. Значит, идея реализации. Мы базируемся в начале кучи изолята. Для начала кучи глобально резервируем один регистр. Благо в 64-битовом 86-м и армии их больше, чем в обычном 86-м. Мы испортим позднюю распаковку. То есть у нас в локальных переменах хранятся упакованные ссылки. Ссылки на объекты у нас всегда запакованные, представлены беззнаковыми 32-битовыми значениями. Объект у нас выровнен на 8-байтовое слово. Таким образом, максимальный размер кучи 32 гигабайта. При этом мы отличаем ссылки на объекты и указатели. Любые указатели у нас всегда распакованные. Доступ к полям осуществляется только посредством указателей. Соответственно, по ссылке на объект сначала должен быть получен указатель. У нас собственный оптимизирующий компилятор, поэтому мы его научим минимизировать накладные расходы. Когда была поставлена такая задача пытаться затащить в Граль упаковку ссылок, когда я посмотрел на эту ссылку, казалось, что работы там вообще очень намного. там куча языков несколько раз. Там снизу платформ, на которых эта штука работает, ну, явно работы надолго, на год может быть, может быть, больше. Оказалось, что гораздо меньше на самом деле. Вот. Я собираюсь, на самом деле, рассказать с начала до конца, что из этого получилось, как оно было сделано. Вот. Значит, разделение ссылок и указателей. Значит, по идее, хочется разделить иерархию типов объектов и указателей. И для преобразования между ними вызывать функции получения объекта по указателю и функцию получения указателя по объекту. Реальность немного другая. В языке Java есть единственная иерархия типов, и у нее, ее корень — это класс Object. Соответственно, типа не запрещает прямо присылать указателе ссылки на Object. В исходном коде ссылки присваиваются указателям и наоборот, после приведения типов. То есть можно просто написать каст и как угодно в обе стороны присваивать. Потому что это просто классы. В языке Java, в отличие от C++, нельзя переопределять семантику приведения типов, чтобы автоматически вызывались функции To Object и To Pointer. Просто вот этого в языке нет. Сравнение ссылок и указателей. В исходном коде содержится сравнение объектов и указателей на эквивалентность. То есть объекты сравниваются с указателями и, понятно, равенство и неравенство. При этом семантически имеется в виду равенство ссылок указателей, а не просто реальные false, что два разных типа не могут быть одинаковыми. В языке Java, в отличие от C++, нельзя переопределять семантику операторов, в том числе операторов сравнения, поэтому невозможно сделать так, чтобы автоматически там, когда надо, вызывалась упаковка и распаковка. Менять исходные тексты теоретически можно, но вообще этих исходных текстов много, и, соответственно, на самом деле никто не хочет, чтобы они почем зря менялись. Поэтому мы научим свой компилятор распознавать и обрабатывать преобразование типов при своем несравнении. К счастью, компилятор уже строит промежуточное представление VD-графа, и есть подходящий проход анализатора. Как я уже сказал, нельзя запретить такие конструкции и сказать, что это просто ошибка. А нужно их просто тихо, нужно тихо и аккуратно вставлять в нужные места, вызывая функции to object и to pointer. К счастью, это делается достаточно просто. Дальше следующее отличие идеи от реальности, это универсальный null. В языке Java есть единственное специальное значение null. При разделении типов ссылок и указателей нужно разделять специальные значения. То есть нам нужно на самом деле три специальных значения. Это null для ссылки на объект, null для указателей и null для c-поинтеров. По-хорошему эти три значения должны быть разными. К счастью, при сжатии с фиксированным нулем битовые представления этих специальных значений совпадают. Это просто такие нули. Ширина этих нулей может отличаться. Кодогенератор умеет сам расширять силы при операции. Вообще говоря, поэтому мелкие семантические неточности типа определения типа null не приведут к фатальным последствиям в сгенерированном коде. Для того, чтобы к этому всему приступить, надо было сначала изменить представление ссылок. К счастью, задание представлений уже предусмотрено в GraalVM и не вызывает никаких трудностей. Можно просто написать, что вот я хочу представлять ссылки на объекты вот таким вот типом. Мелкая неприятность, которая в этом возникла, нужно было научить нативный образ при порождении исполняемого файла считать упакованные ссылки позиционно независимыми. Там такой возможности не было. То есть он считал любые записываемые ссылки перемещаемыми. Ну, это очень такое легкое упражнение. Значит, дальше вот такой слайд, я бы сказал, формальный. Значит, этот слайд описывает, как происходит трансляция до каких-либо изменений, связанных с сожжатием ссылок, причёсанный вариант этой трансляции, при доступе к полям. То есть нам нужно при загрузке поля, то есть то, что написано слева, написано имя узелка, таким жирным шрифтом, в скобочках, как ни странно, написаны поля этого узелка. После стрелочки написано, на что мы этот узелок заменяем, опять-таки на другой узелок, и его параметры. То есть мы меняем узелок загрузки поля объекта на чтение памяти. Это принадлежное представление типизировано, поэтому нам нужно указать тип поля и посчитать, собственно говоря, адрес. Тип поля используется потом для генерации разнообразных барьеров, которые могут быть нужны для сборщика мусора. Соответственно, при записи поля происходит запись прям таким же образом. Отличаются поля по фиксированному смещению и индексируемые поля. Индексируемые поля – это на самом деле поля массивов. Поля с фиксированным смещением – это заголовки объектов и поля, структур, они же классы. Все вот это таким вот образом прекрасно понижается. Курсивом тут выделено название функций, которые вызываются. и это вот причёсанное, упрощённое понижение доступа к полям, пока ещё без сжатия ссылок на объекты. Вызывает этот слайд какой-то ужас или можно двигаться дальше? У меня вопрос есть. Да. Вот эти самые, значит, makefix, offset address – это имеется в виду, что распознаётся в деле вызов такой процедуры или что? Значит, это вызывается такая процедурка, которая выполняет замену, которая написана справа от неё. Да-да-да, я понимаю, просто это самое. Здесь кое-где написано слева. Да-да, конечно, слева описано её определение, а в остальных местах, если после её понятно… А, сейчас я полю. Понял. Вот. То есть, на самом деле, действительно, вот кода – такой небольшой фрагмент. Java, конечно, всё это портит, там получается много лишних слов, там рука устает эти лишние слова писать. Ну, как бы сущность вот такая вот простая. Понятно, понятно. Значит, теперь мы хотим сжать ссылки на объекты. Мы заводим узелки компресса и анкомпресса, заведение новых типов узелков в Горали – это, например, совершенно тривиальное, там просто пишутся какие-то классы, пишутся свойства этих узелков, они там должны быть нескольких… должны обладать определёнными свойствами, чтобы там не ломался сборщик мусора, чтобы где попала эта программа, не прерывалась. Вот. Соответственно, чтобы устроить, сжатие и упаковку-распаковку, нам нужно слегка переопределить эти функции. Соответственно, мы просто определяем функции к ненулевому объекту и к ненулевому поинтеру, так что они вызывают обычные функции, не имеющие никаких предположений о том, является объект нал или не нал, и перед этим делают проверку объекта и поинтера на нал. В данном случае важно, чтобы проверка делается внутри, а не снаружи, потому что в дальнейшем изведение таких вот проверок, оно протаскивает их вверх по узелкам в дереве, а не опускает вниз. Дальше мы определяем, соответственно, тупой интернет-обжект как распаковку и упаковку параметров. Тип тут лишний, у меня тут ошибочка в этом слайде, там запятая type, он тут не нужен. Извините, пожалуйста, можно по поводу нал уточнить, пока далеко не убежали? Я правильно понимаю, что в Грале, в отличие от стандартного рантайма современной Явы, не используется трилук с тем, что мы просто попадаем на резервированную страницу и рантайм таким образом детектит нау-поинтере? Это немного разные вещи. Граль такой трюк, безусловно, делать умеет, ему надо сказать, что нал чек можно делать просто по обращению к нулевой странице. Это не означает, что не надо изводить эти нал чеки из программы. На самом деле, обычный рантайм, первым какой-нибудь как-то тоже пытается изводить нал чеки, просто последним как бы обработкам этого нала. Оно может произойти либо программно, либо путем лобли соответствующего прерывания. Но изводить их все равно надо, потому что реакции там нужно... Понятно. Можно оптимизировать вокруг этого разный код. Окей, понятно, спасибо. Лобли это нала, но тоже не совсем бесплатно. Прерывание достаточно дорогая вещь. Там уже всякие таблицы заготовите, собственно говоря, использовать таблицу тоже, оно не очень простое. Вот. И, соответственно, вот эти процедурки анкомпресс-компресс, они определены таким вот условным образом, что у нас есть опция, которая там взаётся на самом деле из командной строчки, использовать или не использовать сжатые ссылки, и, соответственно, генерировать этот узелок или не генерировать. Буквально реализация примерно так и выглядит. Дальше нам нужно научить оптимизатор некоторым простым оптимизациям. Во-первых, это свёртка пар компресс-компресс. Оптимизатор сам не может понять, что эти узелки выполняют взаимнообратные преобразования, и что соответствующие композиции, соответственно, они просто идентичны к узелку. Соответственно, мы учим оптимизатор вот этому знанию. Там есть изведение избыточности, причём путём вот этого global value numbering, и там есть канонизация выражений, соответственно, мы говорим канонизатору, что вот такие вот пары надо просто выбрасывать. Вот эти узелки нам нужны были сейчас для того, чтобы вот такое вот преобразование было возможным. Иначе бы нам канонизатор не удалось бы этому преобразованию научить. Следующая вещь очень полезная и нужная, которую мы учим, это изводить проверки на NAL. В оптимизаторе, конечно, уже есть изведение проверок на NAL, но они знают, что упаковка и распаковка сохраняют вот это вот самое прекрасное свойство NALBUS. То есть значение атрибутов узлов, что этот узел известен, что он NAL, и что он известен, что он не NAL. То есть просто мы говорим, что вот эти свойства можно протаскивать вверх по графу и, собственно говоря, добавляем узелки компресса, анкомпресс, протяжку этих атрибутов вверх по графу в существующий оптимизатор. Ничего нам специально описать не надо. На этом, собственно говоря, специальные оптимизации заканчиваются, и нам нужно по этим узелкам компресса и анкомпресс просто породить примерочное представление нижнего уровня. Мы должны рассматривать, поскольку вот в этой первой реализации мы используем упаковку и распаковку с фиксированным нулем, нам приходится вот вокруг этого нуля немножко поскакать. То есть, ну вот, более-менее должно быть понятно, что тут написано. Выписаны явным образом сжатия путем вычитания базы кучи сдвига вправо. И, соответственно, в обратную сторону мы используем адресную арифметику. И эту адресную арифметику, поскольку в нашей модели с поздней распаковкой распаковки встречаются гораздо чаще, чем упаковки, мы хотим, чтобы вот эти распаковки происходили достаточно эффективно. Соответственно, если мы используем адресную арифметику, там есть оптимизатор адресных выражений, он умеет работать с вложенными такими вот адресными выражениями, при этом он заменяет индексирование с фиксированным индексом на фиксированное смещение, вложенные адреса с фиксированными смещениями умеют складывать смещение и так далее и тому подобное, все, что умеет делать вообще тот процессор, для которого генерируется код. Это оптимизатор низкоуровневого представления. Ну, вот, понятно. Так, так. Вот после этого на самом деле все заработало и вот после такого небольшого совершенно такого усилия все стало работать и захотелось эту вещь слегка улучшить. Для улучшения мы определяем null pointer как heap base и с порождения низкоуровневого представления для излов компресса на компресс удаляем все условные предложения, то есть там получается просто вот безусловное вычитание базы кучи сдвиг вправо, а при распаковке соответственно все вот просто всякая безусловная адресация или добавление или сдвиг влево и добавление базы. Теперь распаковка требует максимум одной инструкции, а распаковка максимум двух. Ну, понятно, что эта одна инструкция просто может перейти в изменение адресного режима. при этом обнаруживается, что нужна специальная обработка вот такого прекрасного класса Java MissConceive. Без этой специальной обработки все падает. Упадают тесты вот на этот класс. Дело в том, что спецификация разрешает предоставить полям объекта в качестве объекта указывать null вместо смещения адрес поля. Не смещение поля относительно адреса объекта в качестве базы, а просто как-то вычисленный адрес поля. Соответственно, пока null был бинарным нулем все считалось прекрасно, никакой специальной обработки не требовалось. Теперь нужно явно проверять, что в качестве объекта перед null и этот случай специальным образом обрабатывать. Для этого нужно там написать, заменить этот метод на соответствующий фрагмент привычного представления, который все это делает. Вот в результате оказалось, что при замене сжатия с фиксированным нулем на линейное сжатие удалось улучшить результаты тестов на минимальную величину от половины до полутора процентов. Стоило ли заводить для этого линейное сжатие, я не знаю, но просто по крайней мере понятно, что оно лучше и насколько оно лучше. На самом деле оно очень немного. Вообще разница между сжатием с фиксированным нулем и линейным сжатием проявляется в этой схеме только там, где происходит преобразование между объектами и указателями не перед непосредственным обращением к полям. То есть, внутри там всяких сборщиков мусора и так далее и тому подобного. И вот как бы последний слайд, почему-то который страшно тормозит. это, собственно говоря, результаты тестов. У меня после конца проекта остались там всякие таблички. Табличек, к несчастью, этих не очень много. У меня остался только там были тесты на производительность джаваскрипта. Там есть такая сеть, октан. И, собственно говоря, в этом октане там есть разные тесты. И на этих тестах можно посмотреть, какой толк от то есть какой эффект на производительность этих тестов оказывает сжатие указателей. А эти тесты не меряют скорость старта. Они, конечно же, не измеряют размеры исполняемого файла. Это просто производительность. Ну и, соответственно, видно, что некоторые тесты от этого очень сильно выиграли, а некоторые тесты слегка проиграли. Собственно говоря, вот все. Если есть какие-нибудь вопросы, вы, пожалуйста, их задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Напомни, пожалуйста, в рамках какого проекта, для чего это было сделано? Где это сейчас используется, если используется? Оно используется сейчас, более того, умолчательный режим работы. В субстрате, соответственно, который стартует изоляты, это умолчательный режим работы. Где используется субстрат? Как я уже говорил, он используется, во-первых, в том самом ходспоте, когда вы качаете ораковскую джаву, и там запускается динамический компилятор. Динамический компилятор, он написан тоже на джаве, но он исполняется не той джавой, понятно, которую вы хотите компилировать, а этим самым субстратом. То есть, рядом лежит маленький такой вот рантайм, который каждую отдельную компиляцию стартует как изолят. И вот в этом изолете используются такие вот сжатые указатели. Это из того, что каждый может потрогать руками. Ну, кроме того, он там, соответственно, запускается везде, где используется субстрат. субстрат используется много где. Насколько я помню, есть фирма Quarkus, которая вообще занимается тем, что с помощью Graal конвертирует всякие серверные библиотеки, всякие микросервисы и прочее в отдельные стоящие исполняемые файлы, и там вот в качестве рантайма вот этот субстрат, и там тоже происходит сжатие указателей. Понятно. А вот еще ты говорил, что у тебя первая оценка была, что это там минимум на год, а может быть и на больше. А вот и сказал, что значительно меньше получилось реально. И вот это сколько? Этим проектом занимался исключительно я один, и это заняло, собственно говоря, вот эта конкретная работа, без всякого там смотрения на все прочее. Заняло месяца три на самом деле, от начала и до конца, чтобы понять, как это делать в основном, не чтобы сделать, чтобы понять, куда. Вот это большое, как бы, сгорали такая большая куча кода. Он, конечно, хорошо организован, его можно смотреть так, можно смотреть сяк, но надо сначала понять, что с ним делать. Большую часть этого времени заняло, конечно, понимание того, что уже написано. После этого вот эти вот изменения, сама реализация была, на самом деле, очень маленькой. Никаких особенных проблем при отладке не произошло, и все эти языки многочисленные на самом деле легли на это без всяких усилий. То есть я не помню, чтобы были какие-то проблемы с какими-то языками. Вот просто вот написанное на уровне рантайма начало работать автоматически для всего этого. При этом авторы языков очень боялись подсовывать этот режим. Они считали, что на самом деле что-нибудь обязательно упадет, потому что это изменение такое достаточно на вид страшное. Задам провокационный вопрос. А если бы такое нужно было сделать в LVM? Я не знаю, что происходило в LVM. Тут на самом деле важное свойство, что вот этот, что все написано на том языке, который прожевывает этот компилятор, иначе бы не удалось поменять так легко аналы в указателях и ссылках на объекты. Соответственно, LVM, конечно, может себя сжевать. Вот скажем, я не знаю, удалось ли бы в LVM поменять анал, который написан такими большими буквами в языке С, с нулевого представления на какое-нибудь другое. Я вот просто совершенно не уверен, что это делается с какими-то разумными усилиями. Вот я, например, не берусь сказать. Я бы побоялся. Ну, понятно. А вот еще у меня был вопрос. Ты там немножко изменил канонизацию Global Value Numbering, и это оказало достаточно, чтобы там все оптимизации стали учитывать вот это вот. То есть там все завязано на таком, то есть всякие экономические выражения и так далее, но все начинает работать после этого. Да, да. Просто мы скармливаем этому канонизатору выражение, где там есть пара таких вот узелков. Мы научили эти узелки исключать, соответственно, при канонизации они выбрасываются и нам выдают в ответ ссылочку на кусочек, которым их уже нет, и, соответственно, этот кусочек всюду всем выдается. Ну, то есть в какой-то смысле это повезло, что архитектура такая, в которой вот можно заставить в реализации так вот работать. Она вся такая. Эта архитектура вся такая, что там на самом деле маленьким изменениям можно сделать очень такие интересные вещи. но надо понять, где что менять на самом деле. Так просто это не очевидно. Может быть, еще есть вопросы какие-то? Нет вопросов? Ну, ладно, тогда большое спасибо. Если вдруг кого-то будут вопросы, то пишите, может быть, автор доступен в момента по почте. Да, на самом деле больше меня удивило, что сборщик мусора, написанный понятно вот на системной джаве, после такой вот замены указателей сам начал работать и ничего с ним не случилось. Я ожидал каких-то там больших неприятностей от того, что я что-то там пожаловал какие-то ссылки на объекты и вдруг раз оно работает. Ну, как бы вот не очевидно, что сборщик мусора написанный на языке станет работать. Там есть ссылки на объекты, там есть указатели, там все это есть. Но это все неустойчиво относительно указателей середины объекта все-таки, да? Почему? Обычные указатели могут показывать куда угодно, ссылки на объекты не могут показывать внутри объекта. Все, все понятно. А вот эти тесты, это какого года примерно данные? Это данные, когда я заканчивал работу на этим проектом года два назад, запускалась на 86-й архитектуре, а армала у меня с собой там не было. И вот эти вот отрицательные проценты, когда я всю эту штуку анализировал при помощи интеловского анализатора, там выяснялось, что отрицательные проценты получается из-за того, что увеличивается количество инструкций. при том же или меньшем размере кода становится важным почему-то именно количество инструкций. Там получается много коротких инструкций. И почему-то Intel это не нравится. Вот это странно. Может, код, конечно, миссия появляется. Нет, нет, нет. Размер кода тот же самый. Размер кода тот же самый или меньше даже. И вот как бы есть просто вот видно прямую корреляцию между количеством инструкций и вот этим вот отрицательным процентом, который мы видим. Может быть, это связано с тем, что там уже происходит трансляция на лету из инструкций в внутреннем представлении и, собственно говоря, вот эти вот такие расходы. Ну, видимо, какие-то кыши каких-то микроинструкций там переполняются при каких-то условиях. Ну, предсказательно, на самом деле, непонятно как. Ну, или pipeline prediction не справляется с чем-то. Ну, там никакого prediction это не нужно, в общем-то, там же нет условных предложений после только линейной, понятно, сжатия, упаковку-распаковку. Ну, поскольку указатель требует преобразования, он не может поэффич, например, сделать, потому что не понимает, что это такое. Нужно сначала его перевычислить как адрес. Возможно такое? Нет, там получается другой режим адресации в основном просто. То есть там получается как бы база плюс индекс плюс смещение. И там нет никакой отдельной инструкции. Там ничего такого хитрого в коде не получается. Ну, ладно. Надо исследовать, чтобы такое поняли. было прямая корреляция между числом инструкции, понятно, и вот этим процентом, и не было корреляции между размером кода и этим процентом. И как ни странно, то, что мы глобально зарезервировали один регистр, никакого существенного влияния на вот эти вот скорые, которые выдают бенчмарки, это не оказало. То есть эффект резервирования одного глобального регистра, то есть изъятия одного регистра из набора рабочих регистров на самом деле сильно на вот этих вот числах не отразился. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет, то благодарим докладчику. Спасибо. Дай Бог, не последний раз. Мы тебя видим здесь у нас. Тогда до свидания. Всего доброго, счастливого. Спасибо. Пока-пока. Потом. Субтитры сделал DimaTorzok